Угловые формы Сам угловой элемент состоит из двух отдельных фрагментов, тщательно подогнанных друг к другу по рельефу и фактуре. Изготовление сборного угла происходит по стандартной технологии отливки плоских элементов каменной кладки из бетона или гипса. Останавливаться на этом процессе мы не будем. А вот монтаж сборной угловой плитки рассмотрим подробнее на примере декоративного сланца и облицовочного кирпича. Давайте просто посмотрим, как это делается на примере разных видов облицовочного камня. Самое главное при монтаже это максимально точно и плотно совместить две половинки одного угла в единый рисунок. Финальный штрих пройтись по местам сочленения тонирующей краской, например, аэрографом или немного поработать кисточкой. Для фасадного декора или отделки просторного интерьерного помещения такого качества монтажа будет вполне достаточно. В этом случае нужно заделать щели в зоне углового сочленения таким образом, чтобы место стыка сливалось с окраской самого камня. В качестве шовного материала можно использовать различные окрашенные пигментами составы. Гипс ПВА, акриловый герметик для интерьерного камня или цементную расшивку для фасадного камня. А вот как выглядит конечный результат. Неплохо, правда? Внутренние углы для декоративного камня относятся к угловым элементам сборного типа. Тем не менее, по ряду признаков они выделены в отдельную группу угловых конструктивов. Применение внутренних угловых элементов существенно повышает эстетические свойства декоративной кладки. Внутренний угол состоит из двух фрагментов, которые легко и точно совмещаются друг с другом в единый монолит. Зона стыка имеет сложную форму и не нуждается в последующей обработке швов. Формы для внутренних углов универсальны, то есть годятся для работы и с гипсом, и с бетоном. Они также доступны по цене, как и все формы сборного типа. Технология производства внутренних угловых элементов столь же проста, как и сборных внешних. А техника монтажа заметно проще, так как стыковой шов внутреннего сочленения менее заметен, чем на внешнем угловом стыке. Принципиально новая группа угловых элементов, разработанная в компании Zicom Stone, представляет собой специальное декоративное решение для угловых обравлений. Обладая выразительным дизайном, они могут применяться как сами по себе, так и в сочетании с любыми другими облицовочными материалами. Как правило, угловые декоры этого типа имеют необычные конструктивные и декоративные особенности. Например, иероглифы Майя. Обратите внимание на монолитность углового сочленения. Этот эффект достигается за счет того, что зона стыка прячется в системе обрамляющих канавок, в конструкции внешнего угла и закрыто стеблем бамбука в конструкции внутреннего угла. Второй вид углового декора еще интереснее и монументальнее. Он называется ствол дерева. Здесь применена совершенно оригинальная система камуфляжа стыкового соединения. Также обратите внимание на рисунок коры дерева. На некоторые фрагменты нанесены резные лики, идеально вписывающиеся в мотив декора. Монтаж специальных элементов углового декора на стену приведен на примере внешнего углового элемента ствол дерева и внутреннего углового элемента иероглифы Майя. Техника укладки стандартная, поэтому просто смотрим. Субтитры подогнал «Симон» А вот как все это великолепие выглядит на готовом объекте. Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok